Это будет чуть полегче хайлоу на LGS. Надеюсь. Окей. Всем привет. Тема Postgres вообще довольно большая, поэтому я решил уточнить словом начало. Цель моего доклада это заинтересовать вас в использовании базы данных, как основной базы данных. Немного теории для начала. Вообще все базы данных разделяются на... Все базы данных описывает так называемая каптеорема. То, что система не может одновременно находиться в согласованном состоянии, быть доступна и также легко шардится по серверам. Допустим, те базы, которые консистентны и легко шардятся по серверам, типичный представитель MongoDB. Но, как известно, он не всегда бывает доступен. Есть базы данных, лежащие на грани АП. Одна из них React. Кстати, очень интересная база данных. Там вы можете настраивать консистентность, availability и протеционирование сами. То есть в самих узлах базы данных. Вот эта база имеет так называемую eventual консистности. То есть система будет приведена в согласованное состояние когда-нибудь потом. И реализационные базы данных. Это базы данных всегда консистентные, всегда доступные, но у них большие проблемы с шардингом по серверам. Корреляционные базы данных относятся Oracle, MySQL, ну, в том числе и Pathgres. Что же такое Pathgres? Ну, для начала, кто использует? Использует довольно много крупных компаний. Reddit, Disqus, Instagram, как основную базу данных, где все хранится. Сейчас начали подтягиваться наши компании в связи с импортозамещением. Как известно, Oracle сделала большую глупость, отказав в поддержке некоторым софтверным компаниям, которые использовали их продукт. И решили многие компании мигрировать на Pathgres. Ну, вот Яндекс переписал Яндекс.Почту. Вроде работает. К тому же недавно Pathgres получил сертификацию в стэк, что делает ее рекомендуемой базы данных к госконтрактам. Языки программирования, ну, почти все поддерживают. Pathgres, драйверы есть почти в каждом. В фреймворке тоже за счет URM-а каждого фреймворка есть поддержка Pathgres. А вот с CMS-ками все гораздо сложнее. Там WordPress, Bittrex, Umi CMS и ModX, это те популярные, которые я нашел, они не поддерживают Pathgres по одной простой причине. У них драйвер, у них класс для работы с базы данных жестко заточен на MySQL. То есть там прям в классе MySQL Fetch Error, MySQL Connect. Ну, сейчас вроде бы 2017 год на носу, там, ПДО, все дела, почему бы не переписать. Ну, видимо, просто никому не нужно. Работает не трожь. Инструментов. Инструментов полно. В конце будет ссылочка на GUI утилиты. Там их просто вот такой вот список. Есть поддержка в продуктах JetBrains. Есть поддержка, ну, хотя бы подсветки синтаксиса в Sublime, в Atom, в VMI. Есть дестопная утилита PGAdmin3, но на смену ей сейчас приходит утилита PGAdmin4. Это веб-атилита, ну, предоставляет веб-интерфейс, который выглядит примерно вот так. То есть вы можете посмотреть нагрузку на базу данных. Там слева видно, что это вообще за база данных, какие у нее есть хранимые процедуры, последовательности, ну, все такое прочее. Редактирование данных. Дебаггинг хранимых процедур. Кстати, очень полезная вещь. Когда я дебажу хранимую процедуру, это была просто боль со всякими println-ами. К сожалению, тогда PGAdmin4 еще не было. И еще классная штука – это анализатор запросов. То есть вы можете легко посмотреть, какие узлы можно оптимизировать, где построить индекс, какие индексы используются. Об этом чуть позже. Но круче всего утилита PSQL. Вот это вот самая лучшая утилита командной строки для работы с базой данных. У нее есть так называемые слэш-команды, которые позволяют считывать описатели базы данных. То есть какие схемы есть, какие таблицы, какие индексы. Ну, вот здесь вот на слайде вроде бы видно, что я зашел, посмотрел список базы данных, подключился к одной, выбрал, посмотрел, какие схемы есть, подключился к схеме. Вот для анализа вообще структуры базы данных очень удобная штука. И вот так вот она умеет выполнять запросы. Причем запросы она умеет выполнять во встроенном редакторе. То есть если у вас большой запрос, вы можете нажать слэш-е, перейти в режим редактирования, набрать свой огроменный запрос, выйти с сохранением, и она его выполнит. Ошибка. Вернулись опять слэш-е, поправили, выполнили. У этой утилиты очень большие настройки. В частности, она позволяет показывать данные как строкой. Это у меня настроено, что если данные помещаются, то они показываются в строчном варианте. Если не помещаются, то по запись в вертикальной столбце. Я ранее сказал, что у релизионных баз данных есть проблема с репликацией по серверам. Эта проблема становится все более актуальной, и каждый уже начинает придумывать свои какие-то фишечки. В фосгрейсе это есть. В фосгрейсе можно поставить сторонние утилиты, которые дадут вам нормальный и шардинг, и мастер-мастер репликации с автофейлловером. За счет того, что у фосгрейса, в отличие от MySQL, есть только один журнал транзакций. То есть запрос, когда попадает в базу данных, он пишется в так называемый вал-журнал. И генерируются страницы в памяти. После этого уже запрос выполняется непосредственно в базе данных. Это позволяет отказоустойчивость делать, в том числе и вот этот журнал потом можно перебросить на другой сервер прямо один в один. То есть страницы памяти дампятся и пересылаются. Это так называемая физическая репликация. Есть также логическая репликация, когда пересылаются SQL-команды. Но вот за счет парсинга SQL-команд, ну как-то это все медленно работает. И здесь у MySQL большая проблема. У них есть фактически только логическая репликация, потому что данные, когда попадают на сервер MySQL, они, во-первых, пишутся в write-a-head-log свой и на db-шный и в еще один MySQL. За счет того, что MySQL поддерживает много типов таблиц, у каждого типа своя репликация. Ну, в общем, совместить это все и держать в консистентном состоянии несколько трудновато. Но, как я сказал, в подгрессе есть только один вал за счет того, что поддержка только одного хранилища. И благодаря вот такой вот репликации можно делать реплика-сеты там из двух-трех мастер-мастер ну или мастер-слейп и объединять их в шардинг. Шардится тоже хорошо на уровне базы данных все это делается. С этим проблем как правило не возникает. Вот оптимизатор запросов мне очень нравится. Вот это вот прям спасибо им большое. За все использование подгресса мне не удалось его переспорить. То есть, если он говорит, что я буду работать вот так, то это оптимальный план. Скорее всего, если у вас что-то тормозит, то сделайте аналайз стейбл, соберите статистику и оно заработает правильно. Ну вот тут в принципе и все понятно. То есть, мы видим, когда сортируются данные, когда они агрегируются, какие индексы используются и показывается примерный расчет стоимости. Ну, там может немного варьироваться, но опять же немного. Насчет индексов. Хоть сторож и один, но индексов в пасгрессе довольно-таки много. Их порядка 6-7 штук. Причем индексировать можно и JSON в полях. Да, сторож один, но типов данных реализовано очень много. Помимо обычных строк, там чисел, плавающая точка, есть также специфические типа данных, типа денежный. Ну, наверняка многие читали статьи, что нехорошо использовать флот для реализации денежного, для работы с деньгами, потому что там есть ошибки округления, то, что это не точно, то, что один, это на самом деле 0999999, в общем, как-то так. Поэтому в пасгрессе денежный тип. Где-то год назад завезли поддержку JSON, причем это JSON бинарный, JSON-B. он занимает довольно мало места и позволяет индексировать. То есть, если у вас какой-то большой объем более-менее статичных данных, JSON-Poly его и пускай оно там валяется. Не надо его нормализировать. В чем плюс еще в пасгрессе написана замечательная библиотека PostGIS, которая позволяет работать с геоинформацией. Причем не только двухмерная широта-толгота, но также и трехмерная и четырехмерная. И для этого тоже есть индексы. Ну и вы можете написать свой пользовательский тип, а также процедуры для работы с ним. Как-то глупо было бы иметь JSON-Field и не иметь возможности выбрать там под ключом или по значениям. Поэтому все эти процедуры уже реализованы. Ну, я уже упоминал PostGIS. Есть также интересное расширение PostGrest. Если вам лень писать REST обертку для работы с базой данных, ставите это расширение и получаете REST-доступ непосредственно к таблицам. Ну, то есть backend уже не нужен. Если вам лень заворачиваться с кодом на C, то к вашим услугам хранимые процедуры на Python, JavaScript, PHP, Java, Perle, ну, в общем, их много, довольно много драйверов реализовано. Ну, вот я воспользовался Payle V8 и генерация данных у меня сократилась, ну, время генерации данных сократилось где-то на порядок. То есть было, я генерировал JSON порядка 50 мегабайт. Это занимало примерно 50 секунд на Django. я генерировал это, я переписал все это на хранимую процедуру порядка 7 секунд. Postgres очень любит работать с внешними источниками данных. У него есть обертки, позволяющие получать данные с сторонних источников. Допустим, вы можете написать на PlPton хранимку, которая будет лезть в Redis, читать оттуда сессии, по сессии определять пользователя в Oracle, смотреть, какие у него есть картинки и все это публиковать в Twitter в базе данных. Но я не знаю, каким извращенцам надо быть, чтобы такое сделать, но такое можно сделать. DDL. Изначально Postgres проектировался довольно сложно, потому что хотели обеспечить целиком и полностью транзакционный DDL. Это часто спасает, когда у вас валится миграция и в случае MySQL просто бывает непонятно, как ее откатывать обратно. Здесь просто откатывается миграция, роллбэк и все счастливы, довольны, перезапускаем, исправляем, перезапускаем заново. Индексы строятся автоматически и они не блокируют выполнение других запросов. Можно также построить частичные индексы, то есть если вам нужно индексировать только часть данных в таблице, вы можете указать параметр и будет проиндексирована соответственно только часть. Как я указал индексируемый, JSON индексируемый. Есть еще также классная штучка, как наследование таблиц. Вы можете разбить таблицы по сущностям и сделать какую-то базовую часть. Работает примерно как объект. Вы можете выбирать там или там. Ограничение прав пользователей очень классная штука. Изначально, когда вы поставите пасгресс, вы не сможете подключиться по нему по сети. Вы можете подключиться только локально. Но опять же, потому что упор сделан на безопасность очень существенно. И вот эта строчка ниже, я не зре написал. Это первое, что делается после установки базы данных. Разрешение работы по сети с любого IP-шника. Авторизация проходит здесь несколько ролей. Роли могут авторизоваться через LDAB, RADIUS, какой-то SSL. Есть также поддержка ROLO Security. Oracle это очень сильно гордилось. Но теперь есть в PASGRESS. То есть ограничение на уровне срок. Если доктор или администратор не должны видеть часть данных, пишите индекс, и они их просто не увидят. Доклад не был бы полон без такой особенности PASGRESS, как автовакуум. Это служебный демон, который подчищает мусор. Да, PASGRESS очень любит мысорить. При изменении записи он добавляет новую. То есть он не меняет ту, которая есть. Он добавляет еще одну, а с помощью ROLO NUM обеспечивает целостность транзакций. и вот эта запись верхняя зеленая дир которой со временем все транзакции будут завершены так или иначе и ссылок на эту запись больше не будет. Тогда демон автовакуума пройдет и почистит, удалит ее. Здесь есть проблема у Postgres с записью. Из-за вот этого механизма приходится каждую новую запись индексировать. То есть если у вас сделаны индексы по ID, сделаны индексы по AirPost код, то их надо будет индексировать при каждом новом изменении. В MySQL если вы трогаете какое-то поле, которое не имеет индекса, у вас индексы не будут перестраиваться. Здесь к сожалению будут перестраиваться все индексы для этих строк. У Postgres конечно open-source база данных. Она активно развивается сообществом, но у нас в России есть так называемая компания Postgres Professional. Она очень много сделала для сообщества. Она была основана где-то года три назад, но участники работают с базой данных уже порядка 15 лет. Они полностью перевели документацию. Большое им спасибо за это. Они популяризируют базы данных в том числе и выкладывая некие курсы по администрированию и у них есть классный курс хакинг Postgres. Как Postgres работает? Прямо самые кишочки. Также они написали кучу статей, как написать свое расширение базы данных, как контрибьютить, какие есть проблемы в сообщество. Ведут также активный roadmap. Недостатки. Да, недостатки у этой базы данных есть. Их немного, но для некоторых они могут быть критические. Нет пула соединений. Да, он есть в Oracle, он есть в MySQL. Но в Postgres приходится ставить стороннюю утилиту PgBouncer, которая обеспечивает пулу соединений. Просто проблема в том, что непонятно еще, как правильнее будет поддержку пулу соединений реализовывать. PgBouncer работает, многих вполне удовлетворяет, но во многих фреймворках есть поддержка своего пулу соединений, поэтому для того же Django это не проблема. Скорость записи. Да, это тоже проблема. Именно из-за того, что каждый раз индексируется запись целиком. Это может быть очень не быстро, если у вас построены несколько индексов. И отсутствие поддержки на хостинге. Postgres все-таки распространен меньше, чем тот же самый MySQL, и не везде есть просто возможность его использовать. Но опять же для Bittrex или для WordPress пилить свой драйвер конечно можно, он пилится, но я не думаю, что заказчик одобрит такую идею. Так что где не надо использовать? Во-первых, не надо сделать из него кеширующий сервер. Есть гораздо лучшее решение. Не надо делать из него брокер сообщений. У Postgres есть механизм Publix subscriber, но он, как правило, реализован внутри самой базы данных, чтобы общаться между триггерами, хранением процедурами, то есть не за пределами Postgres. Сбор логов для последующего анализа тоже из-за наличия индексов проблематично. Если вам не нужны всякие транзакции, внешние ключи, контроль целостности, полнотекстовый поиск, возьмите что-нибудь новое SQL. Если ваши инструменты не поддерживают Postgres, не стоит его использовать. Ссылки. Здесь я привел несколько ссылок. Чуть-чуть. Я же думаю, доклады будут публичные, Марк? Да. все будет. Окей. Настоятельно рекомендую ознакомиться с вот этими ссылками. 7 баз данных за 7 недель просто для расширения кругозора. Про кап-теоремы тут несколько. Чем все-таки Postgres отличается от MySQL на низком уровне. Про репликацию шардинга Postgres. Одна тема интересная, как Uber перешел на MySQL. Куда 3-4 назад он с MySQL переходил на Postgres, потому что у него есть PostGIS. Это действительно классная штука. А вот сейчас Uber переходит обратно на MySQL. Видимо, у них денег довольно много. Я почитал их блог, вкратце ознакомился. В общем, их не устроило скорой записи. Но, честно говоря, я не знаю, где для Uber нужно записывать столько данных. В каком-то подкасте была беседа и не знаю, в Росте или на самом деле. Вот вы садитесь в такси, транзакция открывается. Вот вы приезжаете домой, транзакция закрывается. транзакция длиной в час. Ну, пасгресс как-то работал. Вопросы? Подкаст, помимо всего прочего, позволяет хранить бинарные файлы. Насколько это хорошая практика? Ну, вы хранить, конечно, можете. Я не помню, на недавнем хайлоде был докладчик, который говорил примерно следующее. Вот все знают, что бинарные данные хранить в базе данных нехорошо. Но мы попробовали. У нас не получилось. Плохая база данных. Ну, небольшие, наверное, можно. Большие лучше делать какое-то, вносить. у меня вопрос на счет множественных индексов. Я не очень понял. На один запрос может быть использован только один индекс или база? Нет, данные уточняются по мере от большего к меньшему. То есть, у вас есть индекс, который уточняет, допустим, 50% записи. О, вот, в подгрессии есть классный индекс, который отвечает за то, что где данные не надо искать. То есть, у вас есть огромная таблица на миллиарды строк, и этот индекс говорит, что в первых 190 тысячах искать не надо. Но это, опять же, ограничит выборку очень существенно. А потом каждый индекс ограничивает уже внутреннюю выборку. И в итоге уже после применения всех индексов, после того, как множество построено, применяется агрегация, сортировка, ну и тому подобное. Спасибо большое за доклад. Вопросов вообще нет. У меня больше вопросы вас как экспертов возгресса. Вы знаете, что это возгресса. И если не против, я, конечно, подошел к вам, чтобы поговорить после выступления. По поводу соединений. То есть, в Киппуансе он все равно от тех же разработчиков на стороннем приложении он как тема вообще висит. И вот практика использования какие-то рекомендации. То есть, сейчас, на данный момент, мы с вами пользуем софт-варные версии. Прямо используем библиотеки, сами пишем. То есть, между ними вообще разница есть? То есть, на уровне ПГ-Баунса по скорости может быть. не пропускная способность. Ну, ПГ-Баунсер лежит все-таки ближе к ПАСГРЕСу, чем в вашей библиотеке, наверное. Ну, да, конечно. Ну, соответственно, лучше ПГ-Баунсер. Он просто как связывающим, он получается связующим еще одно приложение. Ну, тут вы либо используете свое, либо ПГ-Баунсер. Вдвоем держать их, наверное, смысл... Ну, лучше, наверное, ПГ-Баунсер использовать. ПГ-Баунсер, есть еще одна альтернатива, по-моему, но она еще не продакшн-рэйди, она еще певица в процессе. Сажали, не помню, какая. И еще вопрос по поводу порционирования таблиц. То есть, я сталкивался с такой практикой, что прямо на уровне постгресса берут большую таблицу, в которой планируются миллиарды записей, и делят ее определенной логикой. То есть, что-то типа шардинга, но это происходит на уровне одной схемы. Там, например, таблица от 100, от 200, от 300 до 400. Это вообще нормальная практика? Да, это более чем нормальная практика. Это альтернатива шардингу, ну, традиционному шардингу. Более того, вы можете реализовать даже несколько схем, где данные будут храниться от 1 до 100, от 1 до 200, и все это в рамках одной базы данных. Спасибо большое. Кстати, насчет еще шардинга, ну, кто в тему вникал, есть такое понятие веб-бакеты, как правило, выбирают довольно большое. Это, чтобы облегчить дальнейшее использование шардинга. И постгресс позволяет на одном физическом сервере держать несколько серверов, ну, несколько процессов со своим автовакуумом. То есть, вы можете даже на одном физическом сервере устроить мастер-мастер-репликацию. Ну, насколько это эффективно и стабильно и фейловер, ну, не знаю. Но, тем не менее, можете. Есть еще вопросы? Нет? Тогда, Витя, спасибо.